Зачем нам отречение? Вопросительный знак «Зачем нам отречение?» Страсть к переименованиям Живая в 21 веке литература Третий век с читателем, листы о старой странице Теги, Сергей Залыгин, название, мнение, общество, Россия Название предмета Название это уже познание, уже наука С названием всегда сопряжены представления Тем больше представлений и ассоциаций, чем значительнее предмет Разрушьте имя предмета, и тотчас неизбежно начнут разрушаться наше представление о нем И не только о нем предмет всегда так или иначе вписывается в мир Соотносится с миром в своем прошлом и в настоящем Утверждает эти соотношения для будущего И, когда мы отрекаемся от привычного и устоявшегося его имени Мы разрушаем эти связи тоже Если бы мы вдруг переименовали название деревьев и трав Предметов повседневного обихода или указали бы именовать белое черным А черное синим Какие были бы непредсказуемые и далеко идущие последствия Какая путаница повсюду в прозе В поэзии, в науке, в повседневной нашей жизни Какие потери Нет, нет, нельзя Ни в коем случае нельзя Ну а тогда почему же это можно по отношению к названиям городов, селений, улиц и обширных местностей Точка Был, положим, тысячу лет в России город Тверь А вслед затем и губерния Тверская Надумали иначе, город Калинин, Калининская область Ну вот разговоришься с калининцем, а он тебе, я Тверской Правда, иные переименования не ощущаются нами как нечто искусственное Ленинград, например, но таких случаев раз, два и обчелся Их попросту и не может быть больше Это исключение А исключения неповторимы Аналогии у них быть не может Тем более массовых И действительно, если Ленинград укоренился в нашем сознании прочно То уже проспект 25 октября как был Невским, так и стал им снова Но почему же в Пушкине, бывшем царском селе, короткая улочка о нескольких домах В числе которых издание царско-сельского лицея Теперь называется улицей Комсомольской Получается, будто Пушкин, и не только он, но и многие другие выдающиеся русские люди учились в доме на Комсомольской улице Это метаморфоза в честь какого такого события произошла? Не помню сейчас точно где в Петродворце, Петергофе, или в Ломоносове, Орониенбауме Рядом две старинные улицы Большая и Малая Советская Странно И даже двусмысленно Малая Советская это что же, Малая Советская, что ли? Мало-малая Советская Впрочем, и Большая тоже не лучше Вот, скажем, человек уснул вечером в городе Ижевске, а проснулся в Устинове И мы делаем вид, будто с этим человеком ничего не случилось И он нередко делает такой же вид, будто до него доходят какие-то на этот счет объяснения В то время как объяснений тут попросту не может быть, поскольку в них отсутствует память-память о родителях, о России, которая в чем-то появила себя в Ижевске так, как нигде больше Ведь сколько научных и технических открытий было совершено когда-то в Ижевске, теперь читателям научных и научно-исторических трудов необходимы примечания Ижевск читай Устинов Устинов читай Ижевск Дмитрий Федорович Устинов был выдающимся государственным деятелем Никто этого не отрицает Но зачем же его имя сталкивать с историей Противопоставлять его ей Это бестактно Тем более, что нет в этом ни малейшей необходимости Уверен, что если бы Устинова в свое время спросили, хочет ли он такого противопоставления Ответ мог быть один Этого делать не надо О названиях улиц говорить не приходится Когда знакомишься с почтой литературной газеты на этот счет И грустно становится И смешно И стыдно Откуда это пошло То это поветрие на переименование Или в первые годы советской власти мы торопились утвердиться и обозначиться Поскорее рассчитаться с прошлым Отряхнуть его прах со своих ног Но вот уже нет в этом никакой логики Утвердились давно А инерция Должно быть Осталась Понравилось самоувековечиваться Если не собственным именем Так хотя бы каким-то другим Которое как-никак А ты придумал Твоя прошла инициатива Инициатива в выполнении производственного плана И сколько она требует усилий Нервов А тут ничего этого нет А все равно прошла И как-то невдомек этой инициативе Что она совсем не оригинальна Что повсюду ординарна И потому Должно быть Насчитывается у нас в названиях городов и поселков Более 50 производных от Кирова И около 70 октябрьских А то сочиняется поминальник И ходишь по городу Как по кладбищу Многих имен не слыхал никогда Только и знаешь Что имя принадлежит умершему В печати кто-то Не помню точно кто Высказал предложение Если уж чье-то имя увековечивать В названии города или улицы Так только не за счет переименования А кроме того По прошествии не менее чем лет 20 И правильно Время надежный судья От улица Город Вот она поименована Но снова неизвестно В честь кого В Новосибирске я жил на улице Которая в разное время называлась Бийской Вигмана Байдукова Совнархозовской Депутатской Вот что значит Стронуть с места Название Стронули И пошла писать история Будь улица Бийской всегда И никаких бы хлопот В Челябинске же до сих пор Ни много ни мало А почему-то пять Бийских улиц И так мы ходим Ездим по улицам Живем на высоковольтных Автогенных Газовых Инкубаторных Вагоноремонтных По 4 улице 8 марта 2 скотопрогонной По улице Маснефтикеп Никто в Москве И Кажется Во всем свете Толком не знает Что это значит По переулкам Терапевтическому Безбожному По шоссе Капсюльному В квартале Г-9А Но бывает и так Что не знаем Где живем Село Ладыжино Было когда-то Переименовано В поселок ГС Пасгэс Заодно Тогда же Отменили Название Улиц И вот уже 10 лет Не могут Некоторые Названия Придумать Когда нужно Сказать Где живем Говорим Рядом с улицу Наконечного Это был герой Советского Союза Он защищал Войну Ладыжино Казалось бы Какое интересное Для души Занятие Придумать Название Для новой Улицы И даже Для нового Города В школах Можно объявить Конкурс В учреждениях На предприятиях Жюри Создать Которая Выносила бы Решение Перед экраном Телевизора Или по радиомикрофону Нет До этого У нас руки Не доходят А вот Чтобы покалечить Историю Надругаться Над ней Показать себя Невеждами Доходит Ведь утвердил Же кто-то Когда-то Название Новому району Москвы Черемушкинский И что же Уже сколько Новостроек В старых И новых Городах Стало Называться Так же Нарицательное Стало Имя Украшает Оно Даже И бездарную Архитектуру Приносят Аромат На те Улицы Где Не только Черемух И кустика Нет живого Но слово Обещает Будет Будет И здесь Черемуха Однако И тут Не без Беды Отменили В столице Название Района Черемушкинского Стал Район Брежневским А что Если Ограничиться Увековещением Имен В названиях Библиотек Училищ Пароходов Кораблей Тоже Ведь Немало И неплохо Так Поступили В свое Время С именем Шукшина И хорошо Поступили Никого Не потеснил Василий Макарович Ничье Старинное Название Не нарушил Конечно Дело Восстановления Прежних Названий Городов И улиц Хлопотное Дело Требует Средств И на первых порах Повлечет за собой Всяческие Неполадки Но ведь Сделать-то Его надо Только Однажды Однажды И на все Времена Это Гораздо Дешевле И проще Чем Перманентные Переименования Бесконечные Поправки В географических Атласах И на картах В справочниках Почтово-телеграфных Железнодорожных Автомобильных В воздушных И водных Путей Сообщения Во всякого Рода Переписки Государственной И часть Ной И посмотрите Насколько Болезненно Воспринимается Каждое Необоснованное Переименование И как просто Как нечто Само собой Разумеющееся Люди Возвращаются К давним Наименованиям Было Пермь Молотовым Снова Стало Пермью Был Оренбург Чкаловым Опять Оренбург И все И порядок Оренбург Имя у города Тоже не самое первое И не совсем русское Совсем не русское А вот Произносишь его И сразу же Перед глазами И река Урал Слегка белесое И как бы даже Интимное Степное небо Пашни Пашни на миллионах Гектаров Пушкинские места Из истории Капитанской дочки Оксаковские места Все это есть Все присутствует В названии Оренбург А в названии Чкалов нет Увековечит память Великого летчика Века надо Но в чем-то другом В чем-то новом И вполне соответствующем И его времени И его подвигу И дело даже не в том Бывал или не бывал Человек Память которого Мы желаем увековечить В таком-то и таком-то Городе Дело в нашем желании Как мы распорядимся Куда поселим Человека Там он и будет Жить вечно И надо его Поселить с умом Заботливо Чтобы ему было там На новом месте Жительства Удобно А это значит Чтобы он никому Не мешал Никого не притеснял Своим вселением Чтобы было Как можно лучше И мертвым И живым В конце концов Мы ведь распоряжаемся Их памятью А не они нашей На нас и ответ Это вполне В наших силах В наших возможностях И в наших обязанностях Охранять культуру В ее настоящем В ее прошлом Охранять повсюду И в именах тоже Сергей Залыгин 1986 Номер 26 Номер 26 Субтитры создавал DimaTorzok